Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить в Корсары, город потерянных кораблей. Сегодня мы отправимся назад на Мартинику, будем убивать призавца Эдварда Лоу. Он обманул Петроплат довольно так жестоко. Хотя, знаете, как жестоко Петроплат, он сам дурак на самом деле. А, вот он, это здание разыскать и убить Эдварда Лоу. Лоу обманул меня с черной меткой, у этого Эдварда на поверку оказались железные нервы. Ну что же, теперь мне нужно разыскать и убить его без всяких черных меток. Просто найти и пустить кровь. Дьявол, как все-таки неудобно перед Морганом. Быстрее обратно, в Ле Франсуа. Хорошо, обратно там поплывем, но не хочу оплыть пустым трюмом. Давайте зайдем в магазин и купим чего-нибудь. Чего-нибудь такого, что можем выгодно продать на Ле Франсуа. Насколько помню... Ну что у вас ко мне, капитан? У тебя дешевый ром. Так, вот он порох продает по низкой цене. И еще он по низкой цене продает кофе, сахар, ром. Ром, он продает по 18 за единицу. А в Ле Франсуа он стоит... Так, секунду, погоди. Ле Франсуа, Ле Франсуа. Ром, ром, ром. Продажа 30. Что? Цена покупки 15? Ну вот это, конечно, нежданчик маленький такой. Смотрите, в Порт-Рояле... Это, то есть, в Порт-Рояле это колония, на которой ром производят. Ну, то есть, тут в избытке они его продают. Об этом нам говорит зелененькая стрелочка. Ле Франсуа же рома недостаток. Ну, не знаю, почему. Наверное, потому что это пиратская колония. Они убивают очень много рома. И им, собственно, этот ром очень нужен. Они его как бы скупают. Да, вот она, синяя стрелочка. Но при этом, если мы решим заняться торговлей, то есть, возить товары туда-сюда, с Порт-Рояля в Ле Франсуа, допустим, мы не будем получать от этого прибыль, потому что цена его покупки для нас будет составлять 18, а продавать мы его будем за 15. То есть, с каждой единицей рома будем терять только по 3 единицы денег. Я, наверное, чего-то недопонимаю, но это какой-то бред. Потому что в тех же Корсарах, во всех, ну, во-вторых, в-третьих, по крайней мере, которые играют, да и в-первых, вроде бы, хотя я в них не очень много играл, была... Ну, один из основных таких способов заработка это была торговля. Может быть, конечно, какой-то талант нужен для того, чтобы заниматься торговлей. Берсерк. Кстати, у нас есть, видимо, талант, или способность, которую мы можем либо купить, либо она у нас уже есть, где мы можем её приобрести. Дополнительный вес. Нет-нет-нет. Так. Защита. Кираса. Растущая жизнь. Тяжёлая рука. Неутомимость. Берсерк. Растущая энергия. Я почитаю, на самом деле, вне серии, что дают эти способности, и выберу какую-нибудь, какая нам сейчас наиболее необходима. Просто я не хочу тратить время на это в серии. И я не думаю, что многим так уж прям интересно описание каждого из этих талантов. Обмен опытом. Может, обменяясь предметами с офицерами во время бордажа. Так. Но. Я, на самом деле, искал что-нибудь, связанное с торговлей. Допустим, какой-нибудь талант, какой-нибудь способность, точнее, которая даёт нам возможность более эффективно торговать. И вот. После того, как вы делаете расценки на товары, потому что мы не можем торговать из-за того, что, ну, у нас плохо прокачана эта способность. На всё нету, точнее. Но нет, увы, способность у нас есть. И корабельное умение торговли аж 68%. Ну, там, минус 8 написано, то есть сейчас 60. Умение подороже продать то, что вчера купил подешевле. Знание выгодных торгов маршрутов, деловая охватка и приятельские отношения с владельцами магазинов. всё это наполняет карманы приятной тяжестью и позволяет не думать о таких мелочах, как зарплата команде или нехватка парусинов в трюме. Требуется ум и определённое обаяние. Ну, у нас нет такой характеристики как обаяние. Да ладно. Т на 0,8 плюс А на 0,2. А, ну обучаемость, видимо. И что такое? А и лидерство. Ну, блин, 68% по-моему, это очень неплохой показатель. И даже с таким процентом мы уже должны были бы заниматься выгодной для нас торговлей. Ладно, если кто знает, а я знаю то, что вы знаете, есть там два комментатора, которые так сказать, знатоки там Корсаров под каждой серией пишут что-нибудь интересно. Большое, на самом деле, спасибо вам, ребята. Очень интересно читать. Но, если узнать по торговле с чем вообще это связано, как можно исправить. Может быть, надо какой-то предмет, что ли, купить, чтобы лучше заниматься торговлей. Тут же есть предметы, которые улучшат характеристики, да? Насколько я помню, были. Да ладно, с этим разберёмся. Сейчас торговлей заняться мы не сможем. Я тут вспомнил то, что у меня есть пассажир. А, Рауль я-то. И ему надо на куда ему надо? В Портабелло. Да, но Портабелло принадлежит испанцам и туда мне закрыт путь. Потому что я плаваю под английским флагом. Не знаю, сколько он будет ещё со мной плавать. Но в трюме я его также сажать не хочу. Ну, в качестве пленника. Потому что он это слишком много проблем из-за этого будет. у нас испанцы очень сильно обозлятся. Да, и наша общая репутация ухудшится. Давайте сохранимся перед выходом в море. Знаем эту игру. Знаем, как она любит вылетать. Хотя я искренне надеюсь, что в серии 10 хотя бы она и будет вылетать. а потом кстати, хотел проверить каюту. Насколько я помню, в прошлом корабле, который у нас был фрегат в сундук, я что-то ложил. Вставлял вещи в сундуке. Там что-то не очень ценное, но такое. Вот мне интересно, вещи приносятся? Слушайте, союз по всему нет. Потому что здесь у меня сундуки пустые. Это более чем отстойно на самом деле. Беда. А, понятно. Просто смотрел на эту бочку и думал, зачем она вообще тут висит? И для чего? Здесь, видимо, из бочки торчат фитиля. И эти фитиля для пушек. То есть, когда их заряжают, вставляют фитиль, поджигают и производят залп. А топор зачем? Ну, видимо, тоже для чего-то нужен. Ладно, понятно. Вещи у нас пропали. Что, золотые ботинки, что ли, Петр Блат? Ну, ладно. Будем предполагать, что они не золотые, а просто выглядят так. Хорошо. В море. На карту. И курс на мартинику. Кстати говоря, моя команда уже два месяца не получала зарплату. Ой-ой-ой. Отстой. Рауль Перриято. Послушайте, капитан, это уже ни в какие ворота не лезет. Я понимаю, сеньор. Я вот понимаю, сеньор, но понимаешь, ты хочешь, чтобы я тебя отвез на колонию, которая принадлежит испанцам. Если мы только заплывем в этот форт, то по нам откроют огонь. Я доставлю в остальное место назначения. Деваться мне некуда с корабля, но да-да-да, он еще раз уменьшит. Последний разговор, вот, далеко не последний, на самом деле, так, тут сохраняться мы не можем. Я думал, до меня пираты доплыли впервые, когда вот эта фига началась. Экран потемнел, вот они плут. И все-таки они до нас доплыли, да? Ночная битва. Баркас. Либертания. Либерталья даже. Отсылка прям к третьим корсарам. Ну да ладно. Так. Как думаете, сможем их взять на бордаж? Мне кажется, сможем. У нас полкоманды. Так, картечь, конечно же, зарядить. Мне, кстати, писали то, что, типа, чувак, ты ускоряйся, если не хочешь. А, не ускоряй время, если не хочешь, чтобы игра вылетала. Ну, блин. Тут играть без ускорения, это, по-моему, слишком жестко. Тут нет функции доплыть в море, по крайней мере. Да, слушайте, но можно взять на бордаж. Если, конечно, он не будет от нас всплывать так резко и дерзко. А он, по-моему, первого залпа. Ну, не все, конечно. По-моему, это делают только корабли, которые, ну, более слабые, чем ваш корабль, скажем так. мы забыли запасы купить. беда на ноль дней. А мы в море. И от Порт-Рояль отплыли, и к Мартинике плывем. Ну, команда там, конечно, очень сильно нас обозлится. Да-да-да, и... Вполне возможно, они сейчас поднимут бунт. Они два месяца не получали зарплату, так тут еще их и не кормят. Смотрите, красная полоска там уже совсем почти. Ну, ничего, ладно, хотя посмотрим, как бунт, если что, выглядит в этой игре. У нас попутчики кэп. Ой, голландский. Патруль. А вот это более чем отстойно. Патрульные корабли там, это военные корабли, причем такие не слабые обычно. Да, Галеон. Принц Хендрик. Надо от нас и потопить может на самом деле без всяких проблем. Давайте попробуем уплыть от него. Какова наша скорость? Наша скорость 3.1. А у него 4.7, да? Офигеть. Офигеть. Чем ты там стреляешь? А, я немного посмотрю, такое ощущение, как он кнепелями по нам зарядил. И он хочет своей пасем брать нас на бородаж. Это обычный Галеон, правда, не боевой. Но там команды тоже на самом деле офига. Давайте, конечно, попробуем, но мне кажется, у нас налетят такое количество, спа-статов, то, что отбиться будет просто нереально. Ну, конечно, один, второй, а надо, еще можно отбиться, в принципе. Давайте поднимемся. А, там еще третий, четвертый, пятый. Да, меня убили при отбивающем ударом. Нет, ловить тут нечего. Вообще нечего. Что ж, хорошо, знаете что? что я предлагаю? Я предлагаю вернуться в Ямайку море. Вот это наше последнее сохранение, да? А, нет, или не оно? Нет, все, оно все правильно. Во-первых, мы купим припасов, во-вторых, будем стараться не натыкаться на вражеские корабли. Надо, кстати, почитать, посмотреть точнее, внимательно, с кем мы воюем, кроме Испании и... Здравствуйте, капитан. По какому делу я зашел? Пиратов, наверное. По какому делу я зашел? Да вот, понимаешь, голодают у меня люди на корабле. Цепь 10 матросов, 1 единица, 20 рабов. Давайте еще 40. Так-то. Так, не сохранились. Да-да-да, я знаю, что тоже писали, типа, не перезаписываться, но у нас, на самом деле, решение будет довольно просто, если игра будет вылетать. Уже говорил, в прошлой серии, то, что будем тупо переустанавливать. Так, ну, да-да-да, опять Рауль Перрията, во-во-во-во, куда меня сносит? И сейчас еще пираты поднимут, поднимут. на две недели провианта мы на самом деле всего лишь купили, и это не так-то уж и много. А потратили мы там, ну, где-то около тысячи денег, пиастров. Так, кого нам в море стоит бояться? Мы плаваем под флагом Англии. С кем Англия воюет? Англия воюет почти со всеми. С пиратами, с голландцами, с испанцами. Хорошо, будем знать. Только Франция и... Ну, я... Только французские и английские корабли для нас не представляют эту опасность. А там кто внизу плывет? Француз, по-моему. Так, вот, лупа, Мартиника. А пираты, я смотрю, отставать не хотят, да? Оп, поймали ветер. Так. Зажимают меня тут, на самом деле, в тиски. Там голландский патруль плывет внизу, тут плывут два пирата. И все хотят на нас напасть. Так, ладно, мы прибыли в Ле-Франсуа. Плевать мне на вас, ребята. Сейчас ночь, под покровом ночи. Пойдем атаковать наших, собственно, врагов. Форт, порт, порт. А, так, стоп. Форт Де-Франс, аж в Ле-Франсуа хотел. А, ну, да-да-да, протупили мы очень сильно, ну да ладно. Проходите, проходите, не мешайте. Так, а что мы тут делаем-то? Да нет, ничего мы тут не будем делать. О, красиво, конечно, ночью, когда огоньки включены на корабле. Включены огоньки, ага. Зажжены фонари, скажем так. Пересохранимся и... Нет, в этой картинке слишком много крови было. И вернёмся в море. Не в тот порт мы маленько причалили. Что, кстати, довольно странно, подождите-ка, может, мы можем прям так доплыть до пляжа? Да, вот, порт Ле-Франс. Эдвард Лоу, мерзавец, я иду с твоей головой. Ну, хотя, меня может и убить. Всякое возможно. Хотя, я не думаю, что он остался здесь, в Франсуа. Так, уже ушёл, не приставай. Я очень сомневаюсь, что он остался в городе, точнее всего, дал по тапкам. Ну, конечно же, дом пустой. А, журнал. Я вернулся в дом Лоу, в Де-Франсуа, но его не застал. Что же, в глубине души иного я не ждал. Эдвард далеко не идиот. Будем искать. Да, ищи, ищи теперь, пирата. Так, а что у тебя в доме осталось? Лечебный напиток. Маленькая жемчужина. Не напиток, а зелье. По-моему, два сундука было. Его второй, да? Опа, пистолет. 20-100. Заберём в любом случае. Если что, продадим. Так, и где же нам искать Эдварда Лоу? Есть предположение. Не отвлекайте меня от несения службы. Кажется, вы куда-то шли? Да, 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 я куда-то шёл. А знаете что, давайте зайдём, 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 зайдём. В товарную мы зайдём. Тракторщик на реке знает, куда этот чудик убежал в ППХ. так, на пару вопросов сможешь ответить? Я по-другому делу. Дружище, я опять к тебе. Скажи, а куда подевался Эдвард Лоу? Просто он мне очень нужен. Эээ, опоздал ты, приятель. Он ушёл с города. Совсем ушёл. Куда ушёл? Да кто ж его знает? Все, всё срочно распродал и ушёл. Главное, а, ведь бочонок, бочонок, кто-нибудь забыл? А так просил, отложи, говорит, для меня бочонок ямайского рова. Видать, торопился сильно, но ничего, я его бочонок то уже пристроил. Погоди ты со своим бочонком, то лучше скажи, где мне его теперь искать? Ну да, прям он знает. Ой, не знаю. Говорят, он корабль пошёл покупать. Народ поспрашивает, может кто чё видел, может кто чё знает. А я-то не знаю, он ведь, как бы мне за бочонок не зашёл, за бочонком не зашёл, хороший бочонок то был. Понятно, спасибо тебе, дружище. Забавный диалог, конечно, с этим бочонком. Так, корабль покупать, да, пошёл? А верфь тут есть? А тут верфи нет. Здрасте, приехали, да? Тысячи чертей, я самый известный пират, в этих водах, после Николаса Шарпа, конечно. Костя, давайте попытаемся удачу сегодня. Так, 50 монет закупит, нам хватит. У нас всего 19 тысяч осталось. И удача пока... А, это не мы кидали в себя. Удача нам не особо фартит, на самом деле. Да, и он ещё удачно перекинул. Так, вот так. Но он выиграл. Ты выиграл? Погоди, а как он выиграл? У меня две пары, у тебя две пары. Олег Агель, ты выиграл, всё, с меня хватит. ты типа-то больше не будешь играть, да? Мы что-то в первый раз сыграли. 300 золотых выиграли. Давай сыграем ещё, ты чё? Что, что, что ты сказал, погоди? Я уже пора играл в буху прах, не мой день. Понятно. А ещё вы что-нибудь будешь играть? Да что ж нас за баги такие сегодня? Вик, вот я тебя понимаю, вот это по-нашему. Ну так чё, поставишь мне кручек Рома? Да запросто, трактирчик Рома. Так, давай ещё по одной. Какие байки ходят по товарным? Ик, видать страшное, а, видела страшное. Корабль-призрак. На нём сплошные мертвецы. Говорят, он тут со времён Колумба плавает. Да врёшь, небось. Я? Вру? Ик. Не, плохо у меня получается озвучиваю, конечно, такие вещи. Дай вторую неделю пью, чтобы забыть, что видел. Как он на чёрных рваных брусах входил в пухту. Как же ты уцелел? Да я, как видишь, увидал, что они к берегу пристают. А штаны испачкал. Ик, и... А ты не смейся, сам поиспачкал. И бегом, значит, оттуда во. Ну да, врун, ты изрядный. Совсем голову пропил. Да нет, он на самом деле голову не пропил. Он рассказывает нам про чёрную жемчужину. Правда, не знаю, в каких временах, ну, в каком промежутке происходит действие игры. Хотя, чё я вру, 1665. А Корсары 2, то есть, которые были пиратами Карибского моря, действие там происходило. А это хороший, на самом деле, вопрос, какие года происходило действие вторых Корсаров. Ну, по-моему, примерно те же самые были года. Тоже там 1660 какой-то. И вполне возможно, ещё жемчужина не потоплена и плавает. Это был большой-большой спойлер для тех, кто не играл в Корсары 2. Надо было играть до того, как вы посмотрели эту серию. Да ладно. В таверне я услышал байк про корабль-призрак, который уже много лет бороздит воды Архипелага. Да. Так, ну ладно, а где нам искать Эдварда Лоу-то? Я надеялся, что эта пьянчуга нам что-нибудь скажет. Погоди, поговорить надо. Нет, не буду я тебе больше поить. Любые развлечения, за ваши деньги всё что угодно. Так, он больше играть не хочет. Не желайте, чтобы приобрести что-нибудь запрещенное. Есть у меня одна вещь специальная для тебя по сходной цене. Что же это? Это отличная карта, которую в магазине не найдёшь. На ней указано, это зарытое закроище. Сам я туда не доберусь. Карта точно подлинная. Дэм-8. Сколько просишь? Стоит всего 10 тысяч 500. Не, чувак, извини. Дороговато, ты просишь? Надо запомнить, что он тут сидит. Может быть, мы к нему вернёмся и как-нибудь скупим эту карту. Но явно не сегодня. Корабль, говорит, пошёл покупать. Ммм, ну, здесь на самом деле есть верфь, но он находится забыл, как называется, кстати, второй порт на этом острове. Ford de France вот называется. Второй порт здесь. И я думаю, сейчас мы отправимся к нему. Зайдём в верфь и поспрашиваем, может быть, там кто чего знает. Стоять! Что вы здесь делаете? Что такие приставучие, ребят? Может, на каждом острове каждый второй или третий стражник будет до нас так докапываться. Может быть, это, конечно, как-нибудь выключить можно, но, блин, надоедает. Ах ты, короче, бочка тут лежит. Так, я только хочу поговорить. Какие вопросы к вам обращался некто Эдвард Лоу с целью приобретения корабля? приходил, правда. А, правда, не приобрёл ничего. Что так? Он же брик хотел, а денег, я извиняюсь, у него только на люке было. Ясно, не заметил, не заметил, куда он пошёл? Хе-хе, известно, куда. К ростовщику пошёл, денег занять. Только тот ему денег не дал. Хе-хе. С чего это вы так решили? Так он обратно не вернулся. Стало быть, денег не нашёл. Ну, логично, да. Так, что там записал-то Блад в свой журнал? Лоу отметился на верфи Форда Франц, пытался купить там корабль. Ниточка найдена, теперь нужно идти к местному ростовщику. Хорошо. Ростовщик. Привет, приятель. Сундук на корабле не лучшее место для хранения денег. Для хранения денег? Ну, знаю, чтобы хранить предмет, он тоже не очень хорошее место, потому что предмет оттуда пропадает, если ты меняешь корабль. Так, здравствуйте, месси, чем я могу вам помочь? Мне нужно кое-какая информация. В общем, есть вопрос. Что мог угодно? Говорят, к вам должен был обратиться Эдвард Лоу. Я ищу его. Он приходил ко мне, просил денег. Не дал. Очень скользкий тип. Глазки таки бегают. Я бы нам намеревался дать дёру. Я смею заметить, люди хорошо разбираются. А куда? И не имею ни малейшего представления, куда он мог пойти. Ясно, журнал. Ростовщик подтвердил, что Лоу пытался занять у него денег на корабль. Однако это всё, более ничего полезного я не узнал. Опять нить поисков оборвана. Он сидит по-любому день в таверне, да? Какая у тебя странная картина. Знаете что? Продолжим мы уже в следующей серии. Сегодня на этом всё. я надеюсь вам понравилась эта серия. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока! удачи! 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 Удачи!